Всем привет! Канал Кибербол продолжает делиться с вами официальной информацией о грядущей части FIFA. В одном из новостных выпусков мы рассказывали вам о том, что идет работа над режимом истории в FIFA 21. И вот разработчики развеяли интригу, что же это будет такое. В этом видео мы расскажем вам все подробности нового режима истории под кодовым названием «Дебют». Подписывайтесь на наш канал, если до сих пор этого не сделали, и напишите в комментариях, какому режиму игры в FIFA вы уделяете больше всего времени. Итак, что же из себя будет представлять этот самый дебют? Его действия снова будут разворачиваться в рамках режима уличного футбола Волта. А главным лицом этого режима станет КК. Электроники уже анонсировали 2-3 часа кинематографичных вставок, которые будут сопровождать игровой процесс. Главным действующим лицом здесь снова станет персонаж, которого вы сами и создадите. И вместе с ним игрокам предстоит открыть новые локации, прокачать своего героя, изучить новые стратегии, заработать индивидуальные награды и в конце концов построить свою собственную команду мечты, которая станет настоящей грозой уличных полей. Вся история будет сфокусирована на вашей команде, которой предстоит путешествие по всему миру. И на разных этапах вы будете встречать на своем пути легенд футбола. Кульминацией всего этого станет турнир Streets and Icons в Дубае. Из этого пресс-релиза электроников пока вырисовывается такая картинка, что эта самая история дебют очень сильно напоминает историю из FIFA 20 в режиме Волта, которая была сделана, мягко говоря, не очень качественно. Она была короткой по хронометражу, однообразной, а драматургические сюжетные повороты в ней были настолько унылыми и предсказуемыми, что как-то даже стыдно было за EA, что она не постеснялась скормить геймерам такую халтуру. Но сами разработчики уверяют, что дебют станет качественно новым продуктом. Внутри этой истории созданы пять новых локаций. Это Сан-Паулу, Париж, Сидней, Дубай и Милан. Каждая новая площадка имеет собственную атмосферу и снабжена всеми атрибутами местной футбольной культуры. Также здесь заявлены дополнительные возможности прокачки персонажа за счет новых тренировочных упражнений, которые откроют новые возможности для роста. В тренировках можно будет заработать новые скиллы, которые принесут вам успех на полях в Волте. Среди новых опций для прокачки заявлены финты, скорость работы с мячом, перехваты, блокировка ударов и многое другое. По мере прохождения режима истории игроков будут ожидать матчи с командами, под которые придется выстраивать особые стратегии. Уже по традиции с FIFA 20 во главе этих команд будут реальные мастера уличного футбола. В процессе прохождения режима истории вас будет ожидать ряд специальных наград, которые впоследствии можно будет использовать в рамках режима Волта. Речь идет как о звездных игроках, которых можно переманить к себе в команду и использовать в дальнейшем, так и о всевозможных предметах для экипировки аватара. Всем, кто дойдет до конца в режиме дебют, обещают крутой сюрприз. Пока непонятно, что именно приготовили разработчики. В рамках режима истории и Волты в целом, в новой части FIFA электроники делают большой акцент на экипировку и внешний вид. В игре появится еще больше новой фирменной экипировки, которую используют реальные звезды уличного футбола. А также в FIFA 21 ожидаются большие коллекции, разработанные знаменитостями. Все эти предметы будут разбиты на определенные категории во многоуровневой системе редкости, и к ним будет открываться доступ по мере повышения престижа. В процессе игры вы будете подниматься по специальной лестнице испытаний, чтобы дойти до легендарных предметов. И чем выше будет ваша сложность в новом режиме истории, тем круче награды будут выпадать. В общем, как вы поняли, в EA снова делают большую ставку на всевозможные косметические и визуальные приколы, которые никак не будут связаны с игровым процессом. Вместо каких-то геймплейных или сценарных улучшений в режиме истории разработчики просто напихивают кучу нового шмота и экипировки, добавляют новые локации, чтобы остальное оставить без особых изменений. Лично у меня после анонса режима дебют в очередной раз осталось какое-то ощущение обманутости. EA продолжает держать игроков за дураков и молча подсовывает нам вторичные вещи под видом чего-то нового и революционного. Очень хочется ошибаться, но опыт последних лет показывает, что все будет именно так. И новый режим истории окажется не более чем пустышкой, которая и близко не дотягивает до того, как круто в FIFA 17 ворвалась история Алекса Хантера. А на сегодня все. Подписывайся на Кибербол, жми на колокольчик и первым узнавай все самое интересное из мира футбольных симуляторов. До скорого!